привет дорогие друзья с вами как всегда я александр и не так давно на моем канале были выпущены два обзора рассказывал вам об этих колясках залим наверняка уже за моим канал следите знаете кто это и были два подробных обзора на рант бит air и на рант бит это вот мое мнение сразу начале вам скажу что вы понимали на текущий момент сейчас у нас сентябрь 22 года air стоит 10 800 и бит стоит 10 990 и посмотрите на эти коляски вот за вот эти 10000 рублей просто ничего на рынке истолкового нет понятно что это не сделано из премиальных каких-то материалов этого здесь близко нет но кому он 10000 рублей просто офигеть и функционал который здесь есть ссылки на оба обзора я добавлю в описании вы посмотрите но вы задаете вопросы чем они отличаются air в названии всегда говорит о надувных колесах и соответственно если р то в коляске по любому будут стоять надувные колеса если air нет возможно встречаются с надувными колесами не всегда air это означает отсутствие эйра точнее говоря означает что одни надувные колеса нет но если air есть это стопроцентно надувные колеса просто в бит они полиуретановые но они приблизительно одинакового диаметра поэтому по проходимости будет плюс-минус одинаково вот ну конечно когда мы едем на надувных колесах мягче приятнее и тише едет коляска кстати из отличий надувные колеса прибавляют нам вес 10 и 9 килограмм air весит и ровно 10 весит у нас просто версия бит без эйра во всем же остальном технически коляски братья-близнецы а единственное что еще очень их отличает это ткани у них сильно отличается ткань версии air атака знаете как мешковина что-то вот я очень люблю на самом деле такую ткань мне нравится мебель домашняя такая уютная вот эти вот материалы мне очень нравится но есть и люди которыми которым не нравятся эти материалы но тут вкус и цвета вы сама бантик здесь же материал более такой плотный твердый но он не вызывает отторжение что это что эта ткань абсолютно нормальный и можно прекрасно польза обеими просто визуально кому-то нравится вот так кому-то нравится вот так кому-то нужны надувные колеса кому-то не нужны вот собственно и вся разница о которой я вам хотел рассказать друзья и здесь особо много не расскажешь подробные обзоры на них внизу по ссылке в описании на магазин first buggy кстати вы можете даже попросить менеджера в магазине привести курьера одну и другую чтобы вы еще и ткань пощупали колесико посмотрели и дома уже вот вот так вот поймете что взять и одну какую-то заберете если вот такой прекрасный сервис магазине first buggy собственно я закругляюсь коротенькая вот вставочка за 10000 рублей вы лучше ничего не найдете на самом деле на рынке есть недочеты какие-то нюансы мелочные но через 10 тысяч на это смотреть это все фигня поэтому рекомендую бюджетно дешево сердито и достаточно качественно на них обратите внимание но я собственно хочу порекомендовать взять хороший грамотный выбор поставьте лайк этому видео обязательно подпишитесь на канал и удачи вам на дорогах пока